я думал там блин прям хорошее что-то были ожидания ничего себе у меня такое ощущение не было чтобы дюйры высунки потому сказать фрам раздача какая-то сумасшедшая руки свои полка колбасы паша посмотри всем привет сегодня мы на заливе сосны собственно нашей крутой большой компании решили половить на гирлянду и честно говоря сколько здесь не рыбачили замечали такой факт что много рыболовов не пользуется либо пешней бегают по чужим лункой либо эхолотом тоже бегают рядом с напарником и сегодня решили провести такой баттл усложнить собственно каждому из нас немного жизнь как сегодня все будет проходить сегодня у нас просто на всех две пешни 2 эхолота и всего лишь два оператора которых вы видите соответственно мы это все дело и разыграем кому же что достанется для этого у меня есть три конвертика зарплатой нет на этот раз паша не с зарплатой лотерея тяните господа вот давай я вот так вот вот так вот вот не подсматриваю не подводил от эхо плюс оператор пешня плюс оператор без эхолота я с эхолотом плюс пешней и стрелой бегаешь сам себя снимаешь да но в принципе как и должно было совпасть оператор бегает с камерой обидненько без эхолота будет сложно но да ладно но у нас поскольку будет я считаю все-таки реальный квест мы будем пытаться пользоваться как это чужими трудами то есть чужими лунками я в частности потому что у меня нет пешени ну серёге придется придется таскать лишний предмет снаряги а жеке придется задалбывать людей вопросом а скажи на каком слое рыба а рыба есть а то сейчас есть а сейчас тоже есть у меня самая опасная роль можно по по можно поймать леща поэтому не переключайтесь в общем пошли предлагаю создать некую коалицию потому что понимаешь серёга у серёги все плюсы у серёги пешня у серёги эхолот и у серёги собственно камера с которой он умеет обращаться я уверен то что он сам самостоятельно без помощи наших дорогих операторов снимет хороший сюжет знаешь вот свою картинку сделает очень классную у нас же мы лишены собственно ты лишён пешни я лишён эхолота в общем я предлагаю объединиться и если еще учесть то что серёга нас на прошлой рыбалке практически обловил я считаю надо отыграться сегодня но вопрос же у нас же как это личный зачет зачета личный но ничего не помешает я вот тебе помогу сделаю дырочку в льду ты мне скажешь на каком в каком ярусе двигается рыба поэтому я предлагаю начать там а там дальше как пойдет ну давай посмотрим как бы можно будет чуть-чуть разбегаться чтобы типа друг другу не надоедать конечно конечно ты скажи откуда мы начнем я вижу склопление вот там вот я знаю то что там перепад смотри там по моему где-то 9 10 и там может быть плотвяной горизонт а плотва это весовая рыба у нас же зачет по весу у нас же по отчасти я рад что камера досталась мне поскольку это все-таки ближе к моей профессии но как вы знаете ловли на гирлянду она достаточно динамичная и таскать лишние предметы с собой ну очень не прикольно поэтому отчасти рад проверяем наличие рыбы общая глубина 12 2 на 7 5 плотный слое слои рыбы может быть все что угодно поэтому сейчас разматываем гирлянду единственно что немножко мне маленькая соседет хорошая рыба будет жопа а жопа это как бы не очень хорошо так у меня гирлянда где-то два с половиной метра занимает поэтому я ее пущу под слой рыбы в половину и потом буду качать ее как раз проходя через слой рыбы так 345 все рыба свалила в моем случае получается тема такая у меня нет лишнего веса в виде треноги и виде пешни то есть я максимально мобилен и мне везет что людей много на заливе я могу бегать по чужим лункам лунок не хватает вот поэтому я будем считать нахожусь самой лучшей позиции как считаю я а дальше уже как говорится рыба рассудит кто из нас кому из нас должно повезти 6 6 5 6 8 клевачка была и сошла рыбка скорее всего была чихонь но клевака была классная уверенная даже понравилось но сошла характерная поклевка и собственно сход для чихонь чихонь ловить очень сложно и с 10 поклевок порой удается реализовать там не знаю 5 6 в лучшем случае а дотянуть до лунки вытащить на лед собственно еще меньше но поклевочка была причем на достаточно таки агрессивной проводки честно говоря пока не очень выходит вроде и рыба есть и слои хорошие рисует но она не особо активных ну и судя по обстановке вокруг тоже я бы не сказал что кто-то активно ловит кучек нету людей прям конкретных может ближе к обеду рыбка станет поактивнее конечно но пока ничего кроме слоев которые так бесят то что они не берут рыба под названием сенец пути сейчас замеряем гражданин сенец чтобы знать или ты разрешенного размера меряем тебя у меня есть линеечка специально для этих делу вот такая вот так вот рыбка 22 с половиной сантиметра называется сенец вот у меня поклевочка о паша достал сенца у меня интересно кто там сопротивляется чертик зацепился обычно такие моменты рыбка уходит но кто-то еще висит ух ты как включился тихо 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 небольшое не так большое как злобные кто ты там тихо 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 опача опача не больше на подлещика похоже рыбуля но к сожалению не зачет о чем парой ходите вот это а нам так проще смысле прямом это коллаборация мне не нравится это ты понимаешь весь укомплектован ловитая моя вот этот с этим барахлом все знаешь она так все тут согласен я знаю как у вас по одной рыбке я поклевки не видел не прогулу чахла клевала сход чахлый был ладно оббурю вас тут такая специфика получается кроме того что каждый из нас чем-то ограничен то есть у одного будем говорить завязаны глаза это у того кто без эхолота это уже и вот ему нужен поводырь в роли поводыря пока что выступаю я то есть у меня есть эти самые глаза виде эхолота но у меня нет чем дырки ковырять соответственно он меня поддерживает чтобы не было чем ковырять у нас такая коллаборация двух людей с ограниченными скажем так рыболовными возможностями но еще и кроме этого есть еще такая тема что если мы все что поймали выложить в кулек то мы будем нарушителями мы должны свою рыбу измерять если она положенного размера только тогда я уже лжи свой кулек для каждого вида есть свой разрешенный размер у каждого из нас есть линейка прибитая на ящике и мы по ней замеряемся и понимаем шумы в рамках закона или не в рамках закона зачетный рыбос эта рыба у нас называется белогласка вот лимитированного размера не имеет поэтому в любом случае легко переселяется в ящик где будет жить до взвешивания которое мы проведем в конце нашего рыболовного дня а потом она уйдет на таранку потому что не пропадать же добру а таранка зимняя горят самое вкусное вот и проверим самое на вкусное или не самое да тоже не лимитированная рыбка попалась под названием белого глазка синяя глазка хух блин первая поклёвкой и мимо с чертями так бывает цепляется залет и все как я понял у паши уже рыба есть уже не тоже да не в количестве но не как у меня одна спущенная и все будем бегать передвигаться по проигрывать мне вообще не хочется знаю что мне может выпасть вариант быть беспешнее на всякий случай если бы взял отвертку чтобы если надо попытаться расколотить чуть подмерзшие лунки ну как как минимум я ее чуть-чуть расширил полезная штука в хозяйстве не только винты откручивать ух ты паша горит чтобы рыба не бойко я не знаю рыбка достаточно бойко я тот это молю давай 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 подниматься уже о а у нас плотвень стоит слой рыбы не клюет мы думаем что на не клюет оказывается это капризная плотвень к так сеня номер 2 соскучился по поклевочкам тоже зачетный размер можно смело его в куличек это куличка не 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 синяя номер два ничего себе у меня такой еще сегодня не было что в дереву с лунки это узко термораздача какая-то сумасшедшая рухи слои да ты шо хватит цепляться черча сеня пожаловал к нам первый ну хоть что-то поскольку мы ловим по правилам сеня у нас 22 сантиметра и он у нас вот по честным просто по честному он вообще на грани но не дотягивает поэтому зачетная рыба я похвастаться не могу близко но нет иди сюда ну что-то не ликвидную наверно белоглазка белоглазка пошла в зачет я ушел от нуля не незачетный серия скорее всего рыбка похоже на незачетную на всякий случай замерю на своей линеечке топа 19 сантиметров можно 22 отпускаем плавить сеня вот смотришь на ту толпу и думаешь идти туда или не идти или остаться здесь вечная дилемма насосных но я предпочитаю сходить поскольку разведка это всегда хорошо а иногда даже бонусом выпадает посмотрим сейчас скажу сто раз повторял и буду повторять не оставляйте мусор на льду это же все в воде потом будет да и буду убирать за каждым надеюсь среди наших подписчиков таких людей нету это же наши водоемы зачем их засорять а и а а а а а и а а и очередная клевочка которых сегодня к сожалению очень мало но нормальная уверенная поклёвочка чертики застреют немножко кто-то тут решил повоевать перед лункой уже вот такая вот сабелька за нижнюю мормышку вот такой вот аппарат плюс одна зачетная рыба просто нет слов я сегодня не по рыбе выступаю по сбору бутылок за плохими людьми какая-то мелкая рыбулька но судя по всему совсем мелкая для зачета в батле скорее всего она не подходит хотя если учесть что это окушок вот такой вот то плюс одна рыба в зачете вы понимали на 10 метрах глубины клюнул где-то на третью со дна мормышку как-то так ловил окунь этот слой это ж просто жать откуда он там взялся и 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 Сеня, Сеня, я уж думал, что-то нормальное, а то Сеня багрёный, ещё и незачётный. Но бодрит, я скажу так. Я думал, там, блин, прям хорошее что-то. Были ожидания, но не оправдались. О, кто-то со дна бутснул. Нашли слой рыбы. Полтора метра от дна, и кто-то у нас бутснул. О, лесочку забирает, пытается забрать. Мог, наверное, судачок какой-то догнать, но пока кто-то сопротивляется, как какая-то белая рыбка. Так, штука, я у тебя у форду пришлю, раз ты, этот... Вторая чахлая. Чахлая? Чахлая со дна. Да ты глянь на этот размер. Палка колбасы, Паша, посмотри. Посмотрите на вот это вот. Идеть-колотить, блин. Одна из самых крупных, которую я только ловил. Гля, гля, уже, короче, читерит. Взял пешню, уже начал лунки бить. Вот так вот, вот такая командная игра. Коалиция, коалиция. А луки луками. Да, личка и ничего личного, короче, понятно. Все с вами. Вот. Давай, только в зачет, только в зачет. Ну, что-то мелкое. Тихо, 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 тихо. Куда ж ты? Эть! Хух. Белоглазка, зачет. Вот этим и не прикольно. Там цепляется, тут за камеру цепляется. Тут еще что-то. Пока штатив, пока это все настроишь. Вся рыба убегает. А у этих коллаборация. Вдвоем бегают, один бурит. Серега, мы Тима, понимаешь? Тима. Ну, честно говоря, такая себе, знаешь, типа, Жек, ты мне херовую лунку пробил, типа, добей. Добей лунку. Паша, рыба есть, знаешь, мотыляю, не поклевки ничего. Паши поклевки. Рыба есть. Да, она опустилась. А я мотыляю, знаешь, на три метра выше. Говорю, так че ж ты молчишь? Да ладно, прямо. Да, да, рассказывай, рассказывай. Ну, ладно, я вам не говорил, что я наловил еще. А ты еще ничего не показал. Ну, ты подними мой ящик. Да, у тебя там полно грузик и кирпичи какие-то. Я откуда знаю, что у тебя там. Да, наверное, да и все. Вон, хвосты, видишь, трычат. О, головы тяжелые. Все нормально. Ну, ты у тебя ящик мелкий просто. Хвосты, видишь, ящик мелкий просто. Ты-ды-ды-ды-ды. Незачетный рыб за хвост. Ну, красивый. Такими жабрами красными, как положено. Еще и просек так хорошо. Качественные, я бы сказал бы. Вот он, судакин. Незачетного размера. Отпускаю. Отпускаем рыбку. И чуть-чуть плыви. Плыви, плыви, дурбайсел. Оп. Все. Уплыл. Так, вот и моя чихонька. На линеечку. Все подходит. Все четенько. Потихонечку, ребята, начинаю догонять. Может быть. А может и нет. По крайней мере, хоть не с нулем. Было бы вообще обидно. Клевака. Однако. Чертики запутываются. Рыбка не крупная. Некая-то буйкая, которая всячески пытается моих чертей в этот в крае льда. Белоглазочка. Ага. Синяя. Некрупная, но уже что-то идет. А у тебя что, сеня? Не, белоглазка. Мы тут в видео совсем не говорили об оснастке, что из себя представляет гирлянда. В принципе, у нас уже есть видео об этом с дядей Федором. Можете перейти по ссылочке и посмотреть. Думаю, как собрать гирлянду и как на нее ловить, он достаточно подробно все и красиво описал. В принципе, я с ним полностью согласен. У нас же здесь больше соревнования, чем объяснения, на что ловить и как ловить. И соревнования эти пока что не в мою пользу идут. Явно. Для тех, кто не в курсе вообще, что за тема гирлянда, это вот такая вот череда из мормышек. В данном случае чертиков. Некоторые вяжут уралки, некоторые муравьи. На снасти их разрешенных 5 штук. И ловить на них нужно желательно с помощью эхолота. Ну, потому что эхолот помогает нам найти слой рыбы. И вот у меня сегодня жребий выдал мне эхолот, и это очень хорошо. Как на нее ловить? Ну, в первую очередь много бегать. Много бегать, потому что, во-первых, рыба не стоит на месте. И ты не должен стоять на месте. И подбирать игру. Потому что вот сегодня она хочет активную игру. Завтра там вообще на месте шатать. Опять-таки по видам рыб тоже она может хотеть какую-то разную игру. Плюс еще и могут быть какие-то моменты включения рыбы под, типа там, течение воткнувшееся и прочее, и прочее. Вот, поэтому экспериментировать нужно. Сегодня мы и так довольно-таки печально ловим. Нормального клева нету. Вообще народ весь по акватории печально ловит. Но это не повод задаваться. Может быть такое, что вечером она откроет рот. И удастся доловиться и сделать какой-то результат. Опять очередной клевандер со дна. Кто-то тоже очень похожий на пихонь. Кто-то похожий... Все, отвалилось. Да, таки, наверное, была чахлая. Таки была чахлая. Причем классная, мощная, уверенная поклевка. Ой, классное сопротивление, но рыбка сошла. По задумке нашей сегодняшней этой всей стратегии и тактики, короче, получается, если бы каждый был вообще как отдельно взятая единица, то есть человек с завязанными глазами, то есть без эхолота, искал вообще без толпы, я думаю, ему бы вообще ничего не удалось найти. Ну, не знаю, разве что на дикий фарт случайно бы. Достал бы на какую-то рыбу. Человек без пешни, ну, мог бы иметь успех только в случае, если было бы достаточное количество рыболовов, которые ловили перед ним, или о, теперь перед этим, ну, чтобы, типа, попасть на большое количество незамерзших лунок, потому что иначе, иначе у него было бы все печально. А человек с камерой, ну, это как человек, у которого еще дополнительная гантеля на ноге привязана, для того, чтобы он не мог быстро бегать, он пока поставит камеру, пока то да сё, то уже и рыба отсюда 150 тысяч раз сбежит. Но сегодня часто проблема даже не в том, что рыба сбежит, а проблема в том, что даже если ты ее нашел, то она не хочет склевать. Ты стоишь, как, не знаю, кто там, уговариваешь ее, там, как этот истовый мусульманин, там, поклоны бьешь, а она не хочет склевать. Видимо, гранаты у вас не той системы, как говорилось в одном старом советском фильме. Ох, опять вальнула. Хорошая клевака. По поводу, где у нас сегодня рыба. Рыба сегодня в основной массе где-то метрах на пяти. Это чихонь, которую мне пока что не удается поевать. Вот. И на где-то 7-8-9 метров. Это сенец, это белоглазка, это какие-то там подлещики, ну, то есть какая-то вот такая мелкая бель. Плотвы нормальные и в количестве. Найти не удалось, поэтому сказать, где оно не получится. Вот, как-то так. Поэтому рыба гончая, рыба с закрытым ртом. Прямо вот, как-то она очень сильно нас сегодня не любит. Говорит, вы тут что, кино со мной собрали снять? Ага, я вам сделаю кино. Сейчас вы тут попотеете, 125 кругов по заливу набегаете, прокачаете ноги вместо зала. И руки тем, у кого есть першня, чтобы луночки подолбить. Вот такая вот у нас сегодня рыбалка. Физкультура, а не рыбалка. Все, уже и рыбы нет. Паша, ну шо ты? Без пешни наловил рыбы? Так, ловят же рыбалого, а не пешня. Ну, конечно. Я бы посмотрел, если бы сегодня рыбаков было меньше и меньше лунок. Ну, да. Но, честно говоря, без эхолота вообще не вариант. Вот ты бегаешь, знаешь, спрашиваешь, в каком ярусе что, но нормально приспособиться к рыбе. Рыба постоянно меняет слои, ну, это вообще нереально. Просто нереально. После двух проводок реально на 2-3 метра можно подскочить. То есть гирлянда без эхолота, ну, не знаю, очень сложно. Мне кажется, сложнее всего было Сереге, хоть у него полный комплект. Но я когда-то снимал сам себя на гирлянду, бегал с треногой, с камерой. Это нереально. Ты пока поставишь треногу, ты, знаешь, посветил эхолотом, слой стоит. Пока поставил треногу, пока опустил гирлянду, все, рыбы уже нет. Ну, часто просто гирлянду размотал, ее уже нет. Да, да. Ну, по-моему, несколько, когда там что-то у меня сенцов этих, белоглазок, незачетный судак. Ну, чуть не знаю, штук 6-7, может, 8 рыб. Ну, короче, немного. Не, мне меньше, наверное. Меньше, но 2 зачетных чахлых. Ну, хвосты такие, да, нормальные. Будет таранька зачетная. Да. Мерить? Да. Конечно, Серега, ну шо там? Я скажу так, с этим барахлом я больше бегать не буду. То есть, все-таки была плохая идея, да? Вот это вот все. Это нереально, ты не успеваешь ничего. Я бы с удовольствием отдал бы пешню, там, что угодно. Но просто, когда у тебя вот это вот все в руках. Это ж, ты ставишь ящик, настраиваешь камеру, светишь в лунку, нашел слой. Поставил пешню. Пока размотался, все, там ничего нету. И начинает по новой. А ты мог дяде Коле отдать пешню, который с флагом ездит. Пусть он повозит твою пешню, оплатить его, знаешь, как это, за перевозки. Потом в конце дня забрать. Ну шо, давайте, меряемся уловами или закругляемся. У меня за чемоданчик тяжелый. Тяжелый? Да. А там рыба? А вот это уже... Совсем другая история? Да. Мы не чемодан взвешиваем, а рыбу. Кстати, весы у кого-то есть? Нет. У меня нет. У меня есть. Короче, смотри, я насобирал по льду. Ничего себе. Нормальный урожай. Вот это у тебя здоровье. А ты крепкий, вот почему не ловилось. Еще раз, забирайте свое барахло с собой. Настоятельно прошу. Нормальные рыбаки традиционной рыболовной ориентации так никогда не поступают. Поэтому, господа, те, кто курит, те, кто выпивает, ну реально, убирайте за собой мусор. Ну, имейте совесть, это же просто нереально. Или бухайте дома. Ну, у меня скромненько, я так скажу. Чемпион мира по трофеям. Неплохо. Я смотрю, у тебя хвосты торчат там. У меня только хвосты, понимаешь, Паша наловил рыбу, а у меня только хвосты торчат. У меня вот, короче, вот такая вот. Ну-ка, сколько? Раз, два, три, три, шесть. Себры, как я и говорил. Хапуга, а ну давай. На замеры. Какой ты лудный, какой ты лудный. О, Жека, где ты окуня взял? Прикинь, в слое. Где-то на четырех, на пяти метрах поймал. Вот, а у Жеки столько же плюс-минус рыб, как у меня. Я даже, да, сколько, шесть, шесть. Но у него весовые чихони, так что я думаю, что если что по весу, то сейчас, ну, типа... Давайте взвешивать. Да, сейчас взвесимся. Ну, я скрою лов скромно, прячу. Ну, ладно, чихонь тяжелая. Да. Не знаю, как сенчики, но чихонь тяжелая. Покажите, эээ... А мы сейчас вот так сложим. Да. Оп. Оп. Кило тридцать восемь. Слабовато. Раз. На три. Давай я незачетных у него уберу. Не, у него вся зачетная рыба. Сенцы, а этот вся зачетная. Да нет там сенца в зачете. Я таких отпускал сенцов сегодня. Ничего не знаю. Он мерил. При мне, при чем. Подожди, давай где-то тут пробивать. У тебя сколько же было? Кило триста восемьдесят. Кило... На таком плохом клеве. Он так радуется, вроде выиграл. Тут чемпионат мира залива сосен. Паша, а ты знаешь, что тот, кто проиграл... Точнее, тот, кто выиграл, забирает рыбу проигравших на таранку. Да? Ладно, я тебе в тараночном виде принесу. Окей, я согласен. На такой бонус. Что тут? Не провали слуху, это. Что такое? Короче, рыбалка трудовая. Клев не очень, честно говоря. Рыба очень беглая. Слоев нормальных рыбы нет. А без эхолота нефиг делать. Как же и без пешидей, я тебе так скажу. Ну, в общем, такая получилась у нас сегодня заруба. Понравилось лайк? Не понравилось дизлайк? Как это? Победила таранка, я бы так сказал. Победила плотва. Сегодня батл немного нестандартный. Сегодня мы не сравнивали какие-то снасти. Сегодня мы, собственно, сравнивали элементы, которые не только предоставляют рыбалке на гирлянду комфорта. Но и, соответственно, как вы видите, результата. Поэтому, как по мне, вот если убрать камеру, взять эхолот, взять пешню, можно ловить рыбы. Можно ловить рыбы. А операторов взять с собой тоже половить. Поэтому, друзья, нашей съемочной группе тоже ставим лайк. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok